Лето для активной молодежи Чувашии по традиции началось с самого ожидаемого события межрегионального молодежного образовательного форума Молгород. База отдыха Буревистник заполнилась за один день. Около 900 участников из республики, соседних регионов и даже стран постоянно проживали на территории. Зарядка, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты, дискотеки и просмотр фильмов скучать не приходилось. Каждый день был посвящен определенной тематике. Работали пять образовательных площадок. Политика, психология и лидерство, пиар и журналистика, экономика и предпринимательство, волонтерство и международные студенческие программы. Площадки самые востребованные, это, наверное, как всегда, экономика предпринимается и это государственное муниципальное управление. Потому что, во-первых, на государственное муниципальное управление у нас приезжают те люди, с которыми в обычный день пробиться к ним в кабинет, приемный и так далее, и подобное, тяжело. А здесь, пожалуйста, в свободном доступе, любые вопросы. Ну, экономика предпринимается, они, конечно, всегда там по 150 человек собирают. Ну, специфика. Все хотят зарабатывать деньги, не знают как. Пятый юбилейный форум прошел под лозунгом «Пять звезд». И каждый вечер здесь выбирали свою звезду. Организаторы даже не ожидали, что с виду обычный конкурс талантов вызовет такой ажиотаж. Ребята сочиняли песни, танцы и даже оды. Гении свободны, славны и благородны. К труду вы готовы, послань не диновы. Ученые ратны, умы необъятны. Наши участники демонстрируют свое умение, талант, причем достаточно в неких экстремальных ситуациях, которые мы им придумываем ежедневно, сдаем разные задания, разные условия. То есть ребята подобрались, безусловно, потрясающе талантливые, и всем интересно смотреть, и им самим интересно участвовать. То есть это просто супер получилось. Мол, город всегда был местом, которое притягивает интересных людей. Экспертный состав по оценкам участников стал сильнейшим за все годы. Кто-то даже сказал, что он не хуже, чем на федеральном форуме «Селигер». Кстати, его основатель тоже побывал в лагере. Сегодня Василий Якименко занимается проектом под названием «Блог чтения великих книг». О его целях он рассказал ребятам с главной сцены. Дать человеку возможность задуматься и принять решение. Он хочет жить по чужим правилам или может создать свои. Он хочет быть начальником или он хочет всю жизнь быть суммой влияний. Форум посетил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. На открытии он первым делом по-отечески поинтересовался, хорошо ли ребята чувствуют себя после первых суток на форуме. Я сейчас уточнил у тех, кто вчера здесь ночевал. Говорят, все нормально. Я говорю, комары, мошкары не сели. Все замечательно. Выспались, спрашиваю. Выспались. Дискотека как была? Желание появляется тоже прийти потанцевать вместе с нами. Танцев на Молгороде было предостаточно. Каждый день культурная программа радовала представителей разных субкультур. Эстрада, рэп, рок, диджейинг. Каждый мог найти себе направление по вкусу. А на летнем кубке КВН образовалась даже своя сборная Молгорода. Мы сборная Молгорода. И поэтому мы можем шутить про такие вещи, которые знаем только мы. Мы заметили, что в душ ходят именно так. Нормально помылся. Об отсутствии горячей воды на форуме сложено уже немало баек. Гости говорят, что Молгород – единственный город, где жителей не беспокоит не имение этой услуги ЖКХ. Однако некоторые участники до конца не верили, что попадут в походные условия. Вот я до конца все-таки думал, что здесь будет горячая вода и реально нам что-то выдадут. Когда такая истерика была, первый раз, ну как бы только когда открываешь вот эту палатку, мы туда завались, такая нервная смеха у меня была, просто истерика. Я реально не думал, что будем спать в палатку. Но ни бодрящий душ, ни ежевечернее появление комаров не испортили впечатление о форуме. Каждый день вообще столько всего здесь можно делать. Каждый может найти по душе и занятия, и развлекаловку, и образование, и какой-то проект сделать, и на каком-то конкурсе поучаствовать, и подружиться, даже вот, не знаю, организаторские какие-то моменты, вот сенатором кто-то хочет стать. То есть очень как-то так вот разносторонне интересно. Впервые, мол, город был включен в президентскую программу Россотрудничества «Новое поколение». Благодаря ей на форуме приняли участие 10 представителей Азербайджана, Белоруссии и Молдавии. Естественно, я рад, что нас сюда пригласили. Мне больше всего нравятся тренинги, они очень... Это обмен опыта между нашими государствами и вашими государствами. Ребята общаются, обмениваются контактами. То есть как бы это очень хорошо влияет на развитие и на развитие молодежной политики, как внутри страны, так и за пределами ее. Мы все на Молгороде, а где-то в деревне бабушка и дедушка читают твиттер внука. Ну что, дедуль, читай, что там пишут, читай. Сейчас, энтер. Так, на Молгороде тепло. О, тепло, тепло, хорошо, лайк, лайк. Так, хорошо. Так, смотри, сегодня приезжал Ленин. Ленин на Молгород действительно приезжал, но не тот, что из Мавзолея. Известный эмси и айронби-исполнитель Добрый Ленин стал ведущим рэп-фестиваля. Оу-е! 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 Диму написали мы вместе с фликером, сделали его в рекордный срок. Нам позвонил Леша Ефимов, и мы сказали, что да, мы можем это сделать. Мы вполне представляли, что он хочет от нас получить, и поэтому все получилось довольно-таки органично и легко. Мне очень приятно то, что под эту песню просыпается около тысячи людей каждое утро на Молгороде. И приятно то, что этот трек признали гимном, основным, официальным. Молгород, Молгород, Молгород. Ты и я, здесь, 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 здесь. Тот молодой, мы рады, что ты есть, что ты есть. Ну вообще, это, я считаю, что очень большая и хорошая школа для нашей молодежи, которая сегодня здесь находится. Потому что не только надо уметь существовать в условиях города, да, а еще и попробовать себя почувствовать в роли такого туриста, да, вот в лесу как бы. Я уверен, что люди, которые собрались здесь сегодня, нашли новые идеи для своих решений. Они нашли новых друзей, новые ходы. Ну, чего нового приобрели, я уверен, на этом форуме. Приглашайте, я еще раз приеду. Песня «Смолгород» Целую неделю, с 3 по 9 июня, на базе отдыха «Буревестник» кипела жизнь. Учеба, отдых, спорт – лучшие ингредиенты для эффективного результата. Организаторы надеются, что все это сможет вдохновить ребят на весь следующий год. А в июне 2014-го «Молгород» снова будет ждать их в гости. Анастасия Алексеева, Екатерина Сосновских, Татьяна Трофимова, Александр Петров, Евгений Анисимов, Николай Яковлев. Специально для форума «Молгород». Анастасия Алексеева, Екатерина Сосновских, Татьяна Трофимова, Сосновских, Татьяна Трофимова, Сосновских, Татьяна Трофимова, Кирилл.